Изящные и грациозные. Классики писали о них свои произведения, а именитые режиссеры снимали фильмы. Сегодня весь мир празднует День лошади. Знакомьтесь, это Изя. Он настоящий одессит, немного хитрый, но очень дружелюбный. Родился рыжим, со временем шерсть посветлела. Пятилетний жеребец – вожак маленького стада. У него, как положено, есть жена и ребенок. Изя характерный, но очень любит людей. За свою жизнь ни разу никого не обидел. У Изи важная миссия. Он помогает бойцам АТО физически и эмоционально восстанавливаться после зоны боевых действий. Такую благотворительную акцию запустили около 4 месяцев назад. Организаторы говорят, в европейских странах ипотерапия имеет колоссальный успех. Очень было приятно наблюдать за мужчинами, которые приходят очень серьезные, такие, вроде как нам это все не надо, зачем же нам эти лошади? После часа общения уходят уже в совершенно другом настроении. То есть лошадь никого не оставляет равнодушным абсолютно. Специалисты уверяют, каждая лошадь – отдельная личность со своим характером. Чтобы сдружиться с ней, для начала нужно познакомиться. Лучше угостить чем-то вкусным, к примеру, яблоком, морковью или сахаром. И главное – не подходить сзади. Животное может испугаться и ударить. Не со злости, а для защиты. Проживал? Нет? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Уже навострился. Даже те, кто прошел реабилитационный курс, продолжают приходить к лошадям. По их словам, эти животные заряжают позитивной энергией на весь день. В восторге не только бойцы, но и их семьи. Лошади в данный момент у нас выступают как звено, которое соединяет между, скажем, каменными джунглями с природой. Дети кучу впечатлений получили, катались. Меня радует именно то, что есть действительно внимание к семьям, потому что семье действительно нужна реабилитация не меньше, чем нам. После двух месяцев летних каникул благотворительная терапия продолжится. В городе достаточно людей, которые нуждаются в помощи позитивных лошадок. Ольга Клименко, Руслан Пейков, Первый городской.